Всем привет! Вы смотрите Аскроллер и в этом видео вы узнаете, как выбрать ролики новичку. Самая универсальная модель роликов это Себа ФР. Можно выбирать Себа ФР1, Себа ФР2, Себа ФРХ и еще какие-то новые модели из модельного ряда 2017 года и прочих. Почему же Себа? Почему не фитнес ролики? Да потому что фитнес роликов не существует, забудьте про эту категорию. Все ролики предназначены для фитнеса. Если вы хотите просто накатывать километры, не важно что это будет. А вот с длинной рамой фитнес роликов вы далеко не уедете, потому что маневренность у них минимальна. Зачем же фитнес ролики так активно делают производители? Я не знаю. Возможно они думают, что чем длиннее рама, тем стабильнее вы будете стоять на них. Но дело в том, что кроме как стоять в них магазине, необходимо на них ездить. И тут уж длинная рама станет вашим злейшим врагом, вы просто не сможете повернуть ногу. Именно поэтому я говорю вам, что необходимо покупать ролики для фрискейта. В идеале взять ролики, у которых есть рама с авторокерингом, так будет легче маневрировать. Да, поначалу это будет непривычно и на большой скорости вас будет сильно шатать, но новичкам нельзя разгоняться. Сразу же забудьте о скорости. Да и чтобы обрести базовые навыки катания, вам необходима маневренность для слалома. Именно слалом дает вам контроль и понимание, что такое баланс на роликах. Только отточив движение, вы можете переходить к большим колесам, но нужно ли вам это? Именно поэтому, чтобы не прогадать, берите фрискейт ролики. Кроме основных плюсов, к ним можно добавить прочность, она невероятна. Моим Seba FR2 уже около 6 лет и нет намека, что бут когда-нибудь разломается. Что нельзя сказать о роликах, у которых ботинок не пластиковый. Конечно же можно брать ролики не только фирмы Seba, а например Flying Eagle и Powerslide, Fila Rollerblade. Самое главное, чтобы колеса у этих роликов были не больше 80 мм. А расстояние между колесами практически отсутствовало, вы не должны его видеть. Да, это единственный ответ на ваш вопрос, вам нужны ролики для фрискейта. Конечно же, если вы не собираетесь заниматься агрессивом. Если вы выбрали это направление, берите сразу агрессивные ролики. Теперь, когда вы знаете, что вам необходимы ролики для фрискейта, остался еще один фильтр. Какую же выбрать модель? Модели фирмы мы выбираем просто, исходя из особенностей ноги. И конечно же, размер нужно выбирать так, чтобы они сидели максимально плотно. Особенно это касается фирмы Seba. Потому что внутренник через время у них разнашивается примерно на размер. Обычно это так происходит. И еще одна маленькая особенность. Ролики фирмы Seba поначалу будут надеваться сложно. Примерно через две недели это пройдет, когда они разносятся. Стоит отметить, что на данный момент все ролики PowerSlide идут на узкую ногу. И при этом не имеют хорошей фиксации ноги сверху. Но не стоит бояться отсутствия сильной фиксации сверху. У спицкейтеров ее вообще нет. Чтобы понять, подходит ли вам пара роликов, необходимо не просто померить ее, но и постоять на них. О чем точно не стоит думать при выборе роликов, это штатный тормоз, подшипники и тип колес. Именно такой вариант выбора роликов даст вам наиболее качественное катание. Напишите в комментариях свою модель роликов и опыт катания на ней. Нравится ли она вам или вы хотели бы что-то другое?